Христос Воскресе! Христос Воскресе! Всех вас, дорогие братья и сестры, я сердечно поздравляю с воскресным днём. Сейчас идет особое время, время после воскресения Христова, когда Господь, победив смерть, воскрес и смертных, и является учеником своим, последователем, уверяя их о Царстве Божием, и давая им вот то чувство этой радости воскресения, чтобы они, чувствуя вот эту поддержку, эту радость, это состояние, делились с окружающим миром. Действительно, вот с вами помним из Священного Писания, что Господь находился в течение 40 дней на земле, Он также делал добро для людей, проповедовал, давал какие-то поручения своим последователям, апостолам. И вот мы с вами наблюдаем в течение 7 недель, 7 воскресных дней, мы всегда будем что-то вспоминать, какие-то события. И вот сегодня, дорогие братья и сестры, Святая Церковь вспоминает святых Джен Мироносиц. Почему их вот так Церковь восхваляет? И это неспроста. Давайте мы сегодня вспомним Священное Писание, Евангелие, что происходило, и об этом все евангелисты повествуют. И вот мы видим, что после того, как Господь был предан, и надругались над Ним, и пакости Ему совершали, затем распяли Его на кресте, даже еще перед этим, что мы видим, что все апостолы, которые были со Христом, и даже такие ревностные апостолы, как апостол Петр, он готов был пойти за Него даже на смерть, об этом даже он свидетельствует в Евангелии. Но вот, когда пришло время, испытание, когда Христа схватили, стали допытывать Его, и вот сам апостол Петр отрекается от Него трижды. Остальные апостолы также описываются, что в страхе разбежались, никого не было. Только остались вот эти жены, которые сопровождали, мы помним также из Евангелия Марфы и Мария, Мария Магдалина, Сусанна и так далее, и так далее. Вот те женщины, которые тоже были последовательницами нашего Господа в земной жизни, старались поддержать Его быт, вот они, несмотря на страх, что их тоже могут схватить, их тоже могут предать каким-то пыхкам, мукам, они ничего не испугались, они шли за Христом, рядом, сострадая Ему, сопереживая, проливая слезы, и вот переживая все это в своем сердце. И вот мы помним, что в пятницу Христос был распят и уже вечером предал свой дух Богу Отцу. Потом мы из сегодняшнего евангельского чтения помним, что Иосиф от Римафея пришел к Пилату просить тело Иисусова, и вот купил плащевницу, обвил его и положил в своем новом гробе. Но было очень времени очень мало, и, конечно, не успели они полностью этот обряд совершить. То есть каждое тело, которое погребалось, оно намащивалось ароматами, это в знак любви, в знак благодарности, хорошего такого уважения к этому человеку. И вот эти жены-береносицы не успели это совершить, так как была суббота, а по закону Моисееву в субботу ничего делать было нельзя. И Христос находился всю субботу вот в заваленном камне в огонь. И вот только как начало светать, жены-береносицы, они ведущие, безусловно, Богом, и хотели вот до конца совершить то, что необходимо для умершего человека. То есть помазать его ароматами, и до конца сделать тот обряд, который необходим каждому человеку иудею. И вот, несмотря ни на что, они знали, что там огромный камень, который был привален, там была стража, которая, безусловно, могла их схватить, может быть, что-то сделать плохое этим женщинам. Но, несмотря ни на что, они все равно пошли, движимая любовью к своему учителю, к своему спасителю, чтобы до конца совершить это дело благодатное. И когда они пришли, то Господь наглядил их. Они первые узнали о том, что Христос воскрес. И они, когда зашли в оброг, увидели там ангела в белых ризах, который благоуставал им такую великую радость, что Господь воскрес, его здесь нет. Только остались эти пелены, которыми был поведен наш Спаситель. И идите и проповедуйте по всему миру своим апостолам. Настолько Господь возвысил этих жен за их вот такую смелость, самоотдачу. И они самыми первыми узнали о воскресении Господнем. И вот они идут к апостолам, говорят им, как вы помните, что апостолы не все сразу поверили этому, потому что, ну, это, конечно, невозможно было так физически, что человек умер, и все на этом. Но вот они проповедовали и благовестили по всему тому городу, а потом и пошли дальше. И поэтому Святая Церковь сегодня вот возвещает нам о том, чтобы мы с вами, дорогие братья и сестры, последовали этому примеру, примеру святых жен мироносиц. Ведь во все времена, то будь и времена Спасителя, то будь и те вот времена лихолетия, которые были в нашей стране, то сохранил нашу веру. Безусловно, это были наши бабушки. Потому что практически в каждой семье, вот, общаясь с молодыми людьми, говорили, вот меня бабушка привела в храм, и я вот там крестился, исповедовался, причащался. То есть наши бабушки тоже несли вот это огромное, великое, такое благодатное состояние благовестия. То есть это было, конечно, не все услышание, это было тайно, но они делали свое дело. Вот они своих внуков, своих детей приводили к вере, показывали им пример трудолюбия, уважения, любовь, любви ко всем, окружающим их людям. Благодаря вот таким женщинам сегодня вот святая церковь в полоте своей радуется о том, что во все времена люди, безусловно, старались исполнить евангельскую заповедь, как Господь преподал своим ученикам, что идите, проповедуйте Евангелие всех тварей, и же веру, и нет, и креститься спасет будет. И вот наши женщины, наши бабушки, наши прихожанки, все вот эти люди, они, безусловно, старались во все времена благовестить о воскрешенном Господе. И, конечно, дорогие братья и сестры, это для нас огромный пример, образец тому, чтобы и мы в наше время тоже постарались, вот, не боясь, потому что часто так происходит, когда мы находимся в храме, мы думаем, ну все, мы можем везде что-то хорошее сделать, но когда выйдя из стен храма, часто так бывает, не все, конечно, но бывает, что мы, бывает, стесняемся, проходя мимо храма, перекреститься, или, допустим, слышим какой-то спор, который обвиняет церковь в чем-то плохом, или Бога, там, плохие слова про Бога говорят, мы тоже как-то вот стараемся не вступать, не защищать имя Божие, не защищать святую церковь, а это, на самом деле, не совсем правильно, потому что мы должны, как любой православный христианин, защищать свою церковь, показывать, что все в церкви свято и непорочно, что мы тоже должны нести вот эту такую жертвенность по отношению к Богу и к церкви, потому что иначе как нас Господь по делам их и судить будет Господь в нас, и поэтому постараемся, чтобы в нашей жизни всегда, конечно же, был воскрешен Господь, чтобы в нашей жизни были такие примеры и образцы, как жены мироносицы, которые ничего не испугались, а ведь можно было чего-то пугаться, потому что кругом вооруженные воины, которые могли в любой момент схватить и тоже предать человека смерть. И поэтому мы сегодня обращаемся к честным жены мироносицам, также срадуемся с ними о воскрешенном Господе, просим их молитв, чтобы они нас укрепили в нашей вере, дали нам смелость, дали нам вот этот толчок, который бы мы, вот выйдя со стены храма, оставались бы такими же православными христианами, которыми мы являемся сегодня здесь в храме. И сегодня, безусловно, мы радуемся воскрешенном Господе, постараемся, чтобы в нашей жизни всегда был Господь Бог, вот эти особое время, когда Господь находится на земле, мы постараемся побольше делать добрых дел, побольше, почаще приходить в храм Божий, несмотря на то, что на нас ступило такое время, когда мы забываем часто о храме, занимаемся своими огородами, конечно, никто не запрещает этим заниматься, но все-таки Божие Богови, ведь уже на мере носится, когда проснулись и сразу пошли делать доброе дело. И вот мы сегодня тоже проснувшись идем к Богу, чтобы помолиться, чтобы поучаствовать в Таинстве, для того, чтобы Господь укрепил нас в мире, помог нам нести свой земной крест, и сегодня радуемся воскрешенном Господе, для того, чтобы потом, выйдя из степени храма, тоже проповедовать об этом и всему миру. Аминь. Всех вас, дорогие братья и сестры, я сегодня сердечно поздравляю с праздником, с воскресным днем, с памятью святых жен и женоносиц. Безусловно, это считается такой православный женский день у всех прихожанок нашего храма, это женщин, девушек, детишек женского пола, всех мы поздравляем с этим великим событием. Берите вот эту ревность, вот эту смелость у жен и женоносиц, ничего не бойтесь, потому что с Богом ничего не страшного. Всех вас сердечно поздравляю, желаем вам помощи Божией, сил, терпения, не забывайте эту церковь и, конечно, радоваться воскресшему Господу. Христос воскресе! Радик! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова